В век современных технологий подход преступников к кражам меняется. Если раньше они узнавали пустующим жилье от знакомых или соседей, то сейчас один пост в соцсетях может послужить для злоумышленников сигналом к действию. Причем охотятся домушники за добычей покрупнее. Самый большой ущерб оценивается в 10 миллионов рублей. Сегодня хозяева сами в интернете открыто демонстрируют свой достаток, рассказывая о длительных поездках. Стоит понимать, что этими данными легко могут воспользоваться квартирные воры. Помогут сохранить имущество хорошие отношения с соседями. Они не только присмотрят за квартирой, но смогут забирать письма и квитанции. Для воров переполненный почтовый ящик – индикатор того, что квартира долгое время пустует. Чтобы убедиться в отсутствии хозяев, рецидивисты оставляют так называемые метки – кусочки бумаги или ткани, которые незаметно помещают в дверной проем. Если закладка на месте, то дома никого не было и можно приступать к совершению кражи. Специалисты советуют сразу же обращаться в полицию, если обнаружено, что один замок поврежден, а второй закрыт, как обычно. Злоумышленники могут действовать поэтапно и так облегчают себе задачу, планируя проникновение в квартиру уже на следующий день. Решетки на окнах первых этажей – тоже действенная мера против воров. Также злоумышленники стараются избегать камер видеонаблюдения. Самый надежный способ сохранить сбережения – поставить квартиру под государственную или частную охрану. Станислав Костиков при содействии пресс-службы УМВД России по Курской области. События дня.